Сильнейший билд Берем два самых топовых меча или, ну чтобы совсем уж канонично, то Бельховенский и Гешефт, так как у них навершия с изображением змеи. Мечи, конечно же, зачаровываем на воодушевление для увеличения атаки. Из навыков первым делом берем мутацию эйфория. Два зеленых навыка на увеличение порога интоксикации и увеличение силы эйфории. Также берем зеленый навык на силу мутагенов и шанс крита, ну или защиту. Далее, обычную зону активных ячеек забиваем техникой школы кота и одиннадцатью красными навыками. Какими именно, решайте сами. Но крайне советую три первых из линейки легких ударов, четыре из мощных ударов, три первых из адреналиновой линейки, а также на уклонение, защиту от стрел или смертельную точность. Конечно же, все это запитываем четырьмя большими красными мутагенами. Из отваров берем глава глаза, водяную бабу, экиму, альгуля или доплера. Из эликсиров, в принципе, нас интересует только гром для атаки. Вот и все. Ваш идеальный сильнейший билд готов. На вас любимая броня, сильнейшие мечи и никакой босс вам не страшен, даже на сложности насмерть. Никакой особой тактики боя нет, просто рубите и кромсайте мечом все, что двигается, по откату зажимая квен. И все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, в общем, что делать вы и так прекрасно знаете. Но мы не увидимся в новом видео, потому что это еще не закончено. Тот билд, который я вам сейчас показал, хуже, чем мог бы быть. Ведь в доспехах мантикоры или кота урон гораздо выше, да и мечи, честно признаться, не самые топовые. А если и эти параметры заменить в угоду максимизации атаки, то от школы змеи тут ничего не останется. А значит билд не может называться змеиным. Впрочем, духа школы змеи тут никогда и не было. Ведь этот дух кроется в ослаблении врага отравлением, отвлечением его бомбами, деморализацией аардом и добиванием легкими быстрыми атаками. А никак не максимизацией урона. Сегодня я покажу, что в моем понимании означает сильнейший билд школы змеи, который и хорошо чувствует себя в игре, сохраняя интерес к битвам и соответствует духу змеиной школы. Кстати, всего таких билда будет два. Первый, более классический и понятный многим, завязанный на замораживающем арде. Второй, ну не знаю, скорее экспериментальный, завязанный на ядовитой мутации. Но будет он немного позже. Ну а пока, поехали! Привет, ковбои! Меня зовут Ивойс Ребус. Это просто канал об играх, а видео подготовлено при поддержке крупнейшего паблика вселенной Ведьмака ВКонтакте. Доспехи школы змеи, помимо интересного сопротивления, не обладают более никакими бонусами. Будь то сила атаки, сила знаков, хп или чего-то иного. И это ужасно, так как мы не можем, опираясь на его характеристики, разработать билд. Хорошо, что у нас есть хотя бы ведьмачьи мечи школы змеи и реликтовые тусенские клинки, которые обладают схожими с ведьмачьими клинками характеристиками и отличительными змеообразными навершиями. Данные клинки, помимо классического буста к силе и шансу крита, а также совершенно бесполезному отравлению, имеют четкое и достаточно мощное усиление аарда. Более того, Лето из Гулеты, один из самых ярких представителей данной школы, постоянно использовал знак аарт. А значит и мы будем его очень активно применять. И именно на этом построим свой билд. В теории бой должен примерно выглядеть вот так. На врага мы применяем аарт, и он мгновенно от этого умирает. Или опрокидывается, и мы его добиваем клинком. Ну или как минимум замедляется, и мы его бьем мечом, периодически повторяя аарт. В развитии нам необходимо найти тонкую грань между работающим аардом, а значит силой знаков, и атакующими способностями, в том числе силой атаки, чтобы при наличии иммунитета к обморожению и аарду, враги не становились для нас непреодолимым препятствием. Итак, начнем с мутации замораживающий аарт. Для его открытия нам потребуется открыть мутацию чувства к магии, но не думаю, что это станет какой-то проблемой. Сама мутация, пронзающий холод, по сути своей добавляет к обычному аарду всего лишь эффект заморозки. Если противник поддается действию аарда и опрокидывается, а также не имеет иммунитетов к заморозке, то скорее всего он умирает быстрой и безболезненной смертью. От вас, по сути, ничего не требуется, кроме как нажимать кнопку для активации аарда. Для максимизации этого шанса вам потребуется, во-первых, увеличить силу самого аарда, взяв первых три навыка в его линейке, выставив их в активную панель и запитав большим синим мутагеном. Во-вторых, повставлять в броню глифы на мощь аарда. В-третьих, взять навык техники школы гарифона, для увеличения мощи знаков и скорости регенерации энергии. А также, дополнить этот билд зелеными навыками на порог передозировки и порог интоксикации, чтобы применять эликсиры, которые увеличат ваш реген энергии и силу знаков. В случае, если очков навыков хватает, то повышенную сопротивляемость можно заменить на синергию, дабы увеличить силу ваших мутагенов. Соответственно, после этого будьте аккуратны с отварами и эликсирами, чтобы не выйти за порог 75% и не умереть от интоксикации. Из эликсиров магической составляющей нас интересуют Петри и Неясыть. Из отваров что-то вроде Василиска, Туманника и Древнего Лешего. Хотя тут приоритет я бы отдавал именно эликсирам, у них более понятное действие. И не забывайте про места силы. Ах да, еще один момент. Касательно дополнительных ячеек, которые открываются при активации мутаций. Лично нам они не особо интересны. И по сути не важно сколько их у вас, можете забить их любым другим знаком, который вам по душе. Лично я сделал акцент на Квене, так как его всегда можно активировать перед боем, не в минус нашей текущей энергии и защититься от одного пропущенного удара. А в случае критической ситуации, включить его вторую форму и восстановить себе хп. На текущий момент мы обсудили ту часть билда, которая касается именно замораживающего эффекта. Мы постарались максимизировать как силу знаков, так и силу Оарда, чтобы он сам и его замораживающий эффект от мутации работал на большинство противников. Если вы собираетесь повторять мой билд, то я крайне советую на этом моменте вам пойти и протестировать его. Потому что если он не работает, то во-первых это не очень хорошо, а во-вторых придется потратить еще 3 активных ячейки на 3 синих навыка и большой синий мутаген, чего делать крайне не хотелось бы, ибо это ослабит вторую составляющую нашего билда. Атакующую. На сотом уровне, с врагами сотого уровня, заморозка работает, ну, неплохо. Противники всегда замедляются и периодически замораживаются, хотя и умирать от прокаста Оарда отказываются. Это связано с их пассивным иммунитетом от магии, которые очень криво работают на New Game Plus и сотых уровнях. Кому интересно, более подробно разбор этого момента смотрите в билде ProArt. Ссылочку я оставлю в описании. Но на самом деле, так даже лучше. И с точки зрения каноничности билда, ведь по сути мы как раз замедлили и ослабили противника, чтобы после этого его убить, что соответствует идее школы. И с точки зрения интереса к игре, ведь если бы противники просто умирали, это было бы крайне скучно. И знаете что? Ради интереса я даже загрузил свое сохранение из обычной игры 50 уровня и проверил, как данный сетап работает там. Даже без отваров и эликсиров, соответствующих клинков и глифов, противники моего уровня опрокидывались и замораживались. Оставаясь при этом живыми, конечно же, но к ним нужно было лишь подойти и добить. Но один очень важный момент. Я тестировал его на практически слабейших противников. Значит сильнейшие будут стоять, но при этом замедляться или замораживаться стоя. И то далеко не все. Так что в итоге, наша составляющая заморозки работает идеально. И тест считаю законченным. Данный билд отлично себя показал и с точки зрения духа школы, и с точки зрения полезности. Осталось добавить красные навыки. У вас есть 6 свободных активных ячеек, которые можете заполнить на свое усмотрение. Я бы взял два первых навыка из линейки быстрой атаки, память тела и точные удары. Вихрь не беру, так как энергия на арт уходит. Да и вихрь не для змей. Обязательно легкость ног, ибо подвижность. Ну и решительность, лезвие бритвы и бессмертие. Эта тройка по сути не совсем канонична. Но если вспомнить живучесть лета, то почему бы и нет? Типа тираны, которые убивают обычного человека, ведьмака не убивают. Если бессмертие вы все-таки считаете для себя бессмысленным, можете взять смертельную точность. Ну или бесполезный, но достаточно каноничный сковывающие удары для кровотечения. Все это запитываете большими красными мутагенами и эликсиром гром. Вуаля! Теперь вы атакуете гораздо эффективнее. Никакого читерства с эйфорией, а значит даже обычных противников вам придется немного потыкать. Но и не настолько долго, чтобы заскучать от этого. Более того, увеличение атаки вам сильно пригодится против тех противников, которые будут полностью игнорировать ваш замораживающий аарт, не делая при этом из вас посмешище. Бой максимально нетривиальный. Принимайте эликсиры, используйте квен, бьете аардом и машете клинком, по откату опять используя аарт. Если противников несколько, то квен можно использовать круговой. Если противники умирают сами, то радуемся этому. Если противников приходится добивать, то берем в руки наш клинок и добиваем. Если лишь замораживаются или вовсе только замедляются, то активно используем клинок. Против противников, которые поливать хотели на заморозку, используем аарт как отталкивающий знак, сбивая атаки и прокасты. Регенерация энергии, благо это делать позволяет. Для итогового теста билда я пошел в ту сент и чуть было там не умер. Ибо забыл, что билд не овер пауэр, а рассчитанный на нормальную игру и аккуратные бои. Особенно на сотом уровне, где ублюдочные противники игнорируют твою магию как только могут. Подводя итоги, скажу, что чем раньше вы возьмете этот билд, тем проще вам будет драться с противниками. Ведь разница в силе знаков между сороковым и сотым уровнем практически отсутствует. И чем более высоким будет становиться ваш уровень и соответственно уровень окружающих вас противников, тем сложнее вам придется в битвах. Достаточно непривычно, ведь обычно все работает наоборот. С другой стороны, повторюсь, билд не нагибательский. Если хотите нагибать, то используйте инструкцию из первой части видео. Или посмотрите другие билды, там есть очень много интересного с точки зрения нагибательства. Ссылку я, кстати, тоже оставлю в описании под видео. Но тогда из школы змеи прикрываться не имеет смысла. Подумайте об этом. И раз уж разговор зашел о других билдах, то хотелось бы посоветовать вам взглянуть на канал Мистер Корнер, который, как и я, занимается разбором билдов для Ведьмака. Не только ими, но тематика явно преобладает. Кстати, у него на канале тоже есть билд под школу змеи. Можете зайти и оценить его подход к данному вопросу. Сделать это можно по первой ссылочке в описании. А на этом все. Надеюсь, вы, как и Геральт, остались довольны таким билдом. А значит, видео заслужило лайк, а я подписку на канал. Не забывайте, что все билды условные. А значит, спокойно подойдут под модернизацию и улучшение с той стороны, которая покажется вам наиболее оптимальной. Мы же увидимся очень скоро в новом видео. Но пока на этом. Всем пока-пока.